В декабре в Финноугорском культурном центре Российской Федерации состояли сразу две персональные выставки марийского фото-журналиста Дениса Речкина. Сегодня он у нас в гостях. Здравствуйте, Денис. Паракетча, здравствуйте. Вы проводите в Сыктывкаре, я так понимаю, первый раз, да? Впервые проводите выставки? Да, впервые. Это выставки, именно персональные выставки в Сыктывкаре, это первые. То есть, а почему две сразу? Первоначально планировалась только одна выставка, это четыре марийских года, но время идет. На готове была вторая выставка, я предложил Финногорскому центру, они согласились, и я решил привезти сразу две выставки. Я впервые встречаю фотохудожника, что проводит сразу две практически разные выставки. Подскажите, чем они отличаются? Ну, прежде всего, это, конечно, тематика немножко разная, но в то же время она близкая. Четыре марийских года выставка посвящена целиком марийцам, проживающим на территории Российской Федерации. То есть, это съемки, репортажи с мест, чем они живут, чем занимаются, о чем думают. А вторая выставка, она более широкая, посвящена финногорскому миру. А в частности, это как бы по итогам 6-го всемирного конгресса финногорских народов, который прошел в сентябре этого года в городе Шаофок, Венгрия. То есть, он такой отчетный получился? Да, он несколько, как, можно сказать, это фоторепортаж. Но фоторепортаж, сделанный с помощью коллажа, я хотел придать этой выставке динамику. То есть, самое главное, что я показать хотел здесь, лица. Лица наших родных финографов. О чем они думают сегодня? За что переживают? Чему радуются? Вот, вкратце. Ну, вы, наверное, часто проводите подобные командировки, встречаетесь. Вы, насколько мне известно, пишете на марийском языке или нет? Признаюсь честно, я пишу на русском языке. Ну, вы знаете марийский язык. Ну, знаю марийский. Ваш родной язык. Он мой родной язык. Дело в том, что вот маленькую тайну раскрою, я до шестого класса вообще свой родной язык не знал. Ну, в силу некоторых обстоятельств. Ну, на сегодня я спокойно могу говорить. Пишу по-русски еще принципиально то, чтобы другим изданиям была возможность почитать. То есть, могли узнать в других регионах, чем сегодня же. Ну, вот сегодня марийский язык, он современный язык. То есть, вам помогает в работе? Обязательно. Безусловно, даже. Потому что приезжаешь, особенно чувствуется в дальних регионах, когда приезжаешь в марийскую деревню, если не заговоришь на своем родном, тебя не примут. То есть, ты не сможешь дальше работать, не сможешь создать полный образ. Ну, уж тем более сделать хорошую фотографию. Раз вы сразу одновременно проводите две выставки, скорее всего, у вас, наверное, много фотографий накопилось. Честно, никогда не считал, сколько их фотографий у меня. Ну, вот, чтобы сделать хорошую выставку, допустим, вот 4 маятских года. Из тысячи снимок, если один снимок подходил к выставке, я уже был рад. То есть, если умножить 40 фотографий, 40 тысяч, это минимум фотографий было сделано за 4 года. А если брать в целом, то архивные диски, у меня сейчас нумерация идет за тысячи. Вот так вот. У вас есть конкуренция у себя там на родине? Ну, конкуренция, она здоровая конкуренция, она, безусловно, есть. А без нее бы иначе как? Иначе мы бы как бы варились собственным САКУ. Ну, вот как вы повышаете квалификацию свою? Среди финно-угорских фотографов у нас сейчас есть такие, как бы, семинары, творческие семинары, которые проводятся раз в два года. Начало положено было в 2005 году в Маркинском районе, у нас, как говорится, в республике Мариэл. Впервые съехались более 20 фотокорреспондентов с разных финно-угорских регионов. И с тех пор уже прошлось 4 семинара. Ближайший семинар уже планируется в следующем году в городе Салихард, Ямал-Нинском автономном округе. На этих семинарах мы общаемся, учимся друг у дружки чему-то новому. А кроме этого, конечно, знакомимся с нашими родственными народами финно-угорскими. Вот, в частности, вот последний семинар у нас прошел в Ханты-Массийском автономном округе. По итогам его выпущен был фотоальбом. Причем, могу сказать, это уже третий фотоальбом по итогам семинаров. Вначале у нас была просто выставка, но после Ижмы... Можно я сделаю? Да. После Ижмы у нас родилась идея, почему бы не издать сразу фотоальбом, который был бы более мобильный и более солидное уже, как бы, печатное издание. Это будут итоги того, чему мы учимся, что мы фотографируем. Много знакомых лиц, вот я смотрю. Все в финно-угорском движении. Вот скажите, вот у вас не бывает проблем, вот приезжаете вы в деревне, я знаю, допустим, если брать марийцев, может быть, не все позволяют фотографировать себя. Ну, по религии, может быть, как-то не подходит. У вас были такие проблемы? У меня в практике были такие случаи, когда действительно человек, если не хочет фотографироваться, значит, это... Ну, селом не буду этого делать ни в коем случае. То есть, марийский язык вам не помогал в этом случае? Да, были такие случаи, признаюсь. Но, кроме этого, у нас, у молитвов, как бы, есть такая марийская традиционная религия. Есть такие вещи, которые вот нельзя фотографировать. В частности, проводится ежегодно моление священных рощах, кусятов. Без разрешения верховного карты съемки там категорически запрещены. Просто-напросто. Ну, если он разрешит, пожалуйста, можно снять, фотографировать. Ну, и то есть написанный свод правил, которые... Что, какие предметы и объекты нельзя фотографировать. Это уже навсегда как бы. Денис, в ближайшее время что можно ожидать? Какие-то выставки будут проходить? Ну, в ближайшее время я вот уже планирую, то есть у меня есть задумка такая, показать одну марийскую деревню. Причем показать ее в разные времена года. Показать одно и то же лицо, но спустя годы. Эту съемку я произвел в течение семи лет. Честно могу признаться, это деревня моей супруги. Родная деревня, где живет моя вторая мама с папой. Именно там вот, когда приезжаешь, обязательно фотографируют. То есть приятно с полезным. Можете совмещать. Можно так сказать. Но в то же время там, я уже просто партнеризировал, что снято зимой, что летом. Я думаю, зрители будут, это интересно. То есть уже багаж накоплен? Багаж накоплен, я думаю, настало время. А вы не думали, может быть, об этой деревне сделать документальный фильм? Тем более есть съемочная группа, очень хорошая, я могу вам даже подсказать. Идея хорошая, я полностью буду... Финогровидение готово всегда поддержать, съездить и поснимать, так что обращайтесь к нам. Мы всегда поможем. Спасибо. Спасибо вам за интересную беседу, мы обязательно еще встретимся. Спасибо вам, Когутао. О творческих буднях мы говорили с Денисом Речкиным, марийским фотор-журналистом. Спасибо. 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 Спасибо.